Приветствую вас. Прежде всего хочется сказать, отметить, что ваша дочь это подросток, которому 15 лет. То есть это вот самый такой возраст, когда она активно старается быть самостоятельной, активно старается проявлять себя так, как ей хочется того, а не так, как хочется вам. И ее поведение это, конечно же, следствие. Но следствие чего вопрос, конечно, достаточно неоднозначный. Быть может, это следствие того, что ей чего-то не хватает. Может быть, это следствие того, что у нее дефицит внимания. Может быть, это следствие чего-то еще. Чего-то, о чем мы вот на данный момент, не знаю, потому что слишком малого информации. Да, о себе и о, собственно говоря, ребенка. Также очень важно знать, какая у вас атмосфера и ситуация в семье. Какие у нее отношения с другими членами семьи. Как она с ними себя ведет. С какого момента и как давно она стала так себя вести. И, условно говоря, что повлияло на такой выбор ее поведения. Потому что, ну, ведь что-то же повлияло, да? Как-то же она почему-то стала так себя вести, значит, что-то ее заставило, значит, что-то ее вынудило так себя вести. Далее. По всей видимости, человек не осознает ответственности за свои поступки. То есть, ей хочется быть взрослой, ей хочется быть самостоятельной, но при этом она не осознает ответственности. То есть, оборотной стороны этой самой самостоятельности. И вам необходимо эту оборотную сторону до нее донести. Через договор, через не ругань, не принуждение, а именно, я бы сказал, через просто-напросто диалог. Договор. То есть, для начала, вот когда и если будет проанализирована ситуация в вашей семье, с целью понять, какие причины именно в ней в семье могут провоцировать такое ее поведение, когда будет сделано это, можно вину для начала принять, целиком и полностью принять поведение вашей дочери. Потому что сопротивление ей, борьба с ней, к сожалению, ни к чему хорошему совершенно не приведет. Лишь только это будет все больше и больше отдавять ребенка от вас, все больше и больше она будет противопоставлять вам себя, и в итоге понятно, что ничего хорошего не добьется. Вам нужно расположить ее к себе, расслабить, чтобы она не ожидала от вас какого-то нападения, не ожидала от вас, возможно, осуждения своих действий. И вот уже как раз после этого, через доверительный разговор, через беседу, через обсуждения, через разделение, что важно ее интересов, то есть чтобы вы разделили ее какие-то интересы. Для этого необходимо проявить заинтересованность в том, что она делает, это очень важно проявить заинтересованность в том, чем человек занимается и что человек делает. И вот тогда у вас появится возможность, когда вы проявите заинтересованность к тому, что она делает. До этого у вас появится возможность узнать, чем руководствуется ваша дочь, какие у нее потребности, какие у нее желания, чего она хочет. И если она чего-то хочет, то почему она, условно говоря, делает это, достигает этого вот только таким путем? То есть путем какой-то агрессии, путем борьбы, а не свободным общением. Не попытка донести до вас, что для нее вас значит. Очень может быть, что ребенок уже делал такие попытки. И делал такие попытки неоднократно, но не получил, не получил никакой обратной связи. Если это действительно так, то причину, по которой он не получил обратной связи, тоже желательно бы разобрать. Потому что это очень важно. В стратегическом случае можно говорить о наличии у девочки определенных комплексов, о наличии у девочки определенных стереотипов поведения именно по отношению к вам. Что, безусловно, очень плохо. Это вот то, что можно вам сказать, исходя из того, что вы написали нам здесь. Итак, немножечко подводя итог, я перечислю все то основное, что нужно сделать вам. Во-первых, проанализировать проблемы в вашей семье. Проанализировать вообще отношения ваши в семье. Что, как обстоит у вас в семье, внутри семьи, какие отношения. Как и что происходит, как и что осуществляется, какие приняты модели поведения у вас при взаимодействии, там, например, друг с другом. Как вы привыкли, там, выражать свои желания, свои эмоции, свои потребности и так далее. Все это очень важно. Очень важно для того, чтобы адекватно оценивать ситуацию, которая с вами сейчас происходит. Второе. Значит, вам необходимо принять позицию своего ребенка по той или иной ситуации. Это не так важно. Почему? Потому что ребенок, очевидно, активно, самым активным образом противопоставляет на данный момент себя вам. И если она это делает, значит, у нее на это есть причина. И вам эти причины будут недоступны до тех пор, пока не будет понятно, что заставляет ее так себя вести. А чтобы это понять, необходимо иметь доверительное отношение с ней. Далее. Очень хорошим вариантом является попытка договориться с ней. То есть, по сути, дать донести на нее простую вещь, что взрослые отношения, отношения между взрослыми, это суть ответственности. И, соответственно, если она, то есть, я имею в виду, ваша дочь хочет быть взрослой, то ей нужно отдавать себя шерстом, какую ответственность она несет. А также вам необходимо понять, что ей нужно, понять, что она хочет, понять, чем она нуждается, и постараться дать ей это. Но взамен обязательно ей нужно уже самой так же что-то делать. То есть, вот это вот безвозмездно одностороннее отношение, которое у вас сейчас происходит, это следствие сбора определенных взаимодействий доверительных отношений с дочерью, которые нужно, условно говоря, восстанавливать. Вот, собственно, то, что вам можно сказать по вашему вопросу. Понимаю, что, скорее всего, этого мало. Понимаю, что, скорее всего, вы хотели бы большего. Понимаю, что вам, может быть, этого всего недостаточно, и, вообще-то говоря, кажется, что все это довольно несерьезно. Могу вас понять, но, тем не менее, хочется сказать, что для более детальной проработки проблемы нужно, чтобы вы постарались как можно более подробно донести до нас проблему. То есть, пока, пока, проблема не очень ясна. И, то есть, сама-то по себе проблема понятна. Но для того, чтобы понять ее суть, для того, чтобы понять, как ее решать и как преодолевать. Ну и диалог с вами. А то, что сказал я, это достаточно общие такие моменты. Моменты общие и, как это обычно бывает, общие моменты мало чем могут, вообще говоря, вам помочь именно вот чисто, чисто в таком, как бы, практичном смысле этого слова. Вот. Надеюсь, что вы меня услышали. Надеюсь, что вы меня услышали и надеюсь, что какая-то работа вами будет проведена. По крайней мере, как с собой, то есть, самостоятельная работа какая-то будет проведена так и, собственно, на уровне работы с экспертом. Потому что иначе все останется вот так, как сейчас происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.